При использовании прямой трансляции на YouTube мне долгое время оставался незаметным тот факт, что организатору видеостречи изображение веб-камеры отображается в зеркальном виде. Вот сейчас под веб-камерой я подложил лист бумаги, на котором пробую писать. Подложил лист бумаги, на котором уже что-то написано. И сейчас, когда закончится подготовка к трансляции, вот здесь на красном фоне, отображаемая, попробую еще что-нибудь написать. Но уже видно, что вот у меня правая рука, вот у меня левая рука. И они расположены так, что у меня не справа правая рука. Начнем трансляцию, для того, чтобы можно было посмотреть, что получается для людей, которые наблюдают за прямой трансляцией. И потом, которые смогут видеозапись наблюдать. Если я буду сейчас что-то здесь писать, то на бумаге у меня, естественно, все отображается правильно. А на экране монитора, который на лекции я хочу подключить к проектору, чтобы студенты могли наблюдать за моими манипуляциями, ну хотя бы не на полном экране, а в таком уменьшенном виде, они ничего не увидят хорошего. Попробуем выйти в Google+. И здесь у нас должна идти в нашу прямая трансляция. Да я хочу подключить к проектору, чтобы студенты могли наблюдать за моими манипуляциями. Если изображение-то идет правильное, на прямой трансляции. Вернемся обратно. То есть, если на том экране... По сути, мне было бы надо два компьютера поставить. Один компьютер, на котором я буду писать, а второй компьютер, который будет у меня подключен к проектору, тогда было бы все нормально. Второй компьютер вывести в Google+. И вот это изображение, оно будет даже еще и на весь экран здесь выведено. Это я уже вижу то, что я сейчас делаю. Мешку я положил, четыре пальца растопырил, но с некоторым, конечно, запозданием. Теперь я руку убрал, положил сюда ручку. Запаздывание какое-то очень большое. И звук почему-то не слышно, а звук-то я выключил. Такое вот сейчас четыре пальца растопырил. Конечно, запаздывание. Запаздывание огромное. Теперь я убрал, положил сюда ручку. Поэтому мы выходим в наш Hangout. Завершаем трансляцию. Надо обязательно потом закрыть, чтобы закончилась у нас видеовстреча. Заглянем в Google+, что там получилось. Прямая трансляция у нас погасла, но осталась видеозапись, длительность которой будет у нас две минуты тридцать одна секунда. Где-то в конце я вот здесь буду растопыривать пальцы. Эту запись тоже удалим, чтобы не засорять ленту. Закроем страничку и попробуем разобраться, какой же можно найти выход. Гвеб-камера, которая у меня стоит, Logitech C310, имеет такую особенность, что можно на ней устанавливать зеркальное отображение. Опять я вхожу на YouTube, хочу добавить видео, перехожу к прямой трансляции и здесь у нас появляется в дополнительных настройках поменять нормальное изображение на зеркальное, сохранить. Готово. Название встречи сделаем опять 4. и вот изображение, которое я вижу и хочу показать студентам, здесь у меня прямое. Понятно, что то изображение, которое у меня будет в прямой трансляции, будет зеркальным изображением и никому оно не будет нужно.